Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько всего может быть сгенерировано биткоин-адресов и приватных ключей к ним? В этом видео мы поговорим об удивительной математике приватных ключей биткоина и о том, почему биткоин-адреса невозможно взломать. В этом видео будут оперировать огромные числа, но это простая математика и мы уверены, что вы поймете абсолютно все, что будет сказано в этом видеоролике. Давайте начинать! На ваших экранах сейчас сайт bitadress.org, который генерирует новые биткоин-адреса и приватные ключи. Вы можете генерировать новые биткоин-адреса и приватные ключи, нажимая кнопку Generate New Address. Но самое интересное то, что когда вы генерируете этот адрес, появляется набор символов, которые прежде никто и никогда не видел. Вы можете взять этот биткоин-адрес или же приватный ключ, ставить в поисковую строку в гугле и поиск не даст результатов. Каждый раз, когда вы генерируете новый адрес, вы генерируете то, что мир ни разу не видел до этого момента. Если мы сгенерируем новый адрес, то прошлый адрес и прошлый приватный ключ больше никто и никогда не увидит и не сгенерирует. В этом и есть сила больших чисел. Сейчас перед вами приватный ключ. Вот так он может быть представлен в числовом формате. 27 в этом числе это разряд к видам целеонов. А вот приблизительное число публичных адресов биткоина, которые могут быть сгенерированы. Адрес биткоина состоит из 160 бит, а приватный ключ из 256. Поэтому приватных ключей может быть создано больше, чем биткоин-адресов. Для сравнения, вот так выглядит число всех песчинок на планете Земля. Приватный ключ также может быть представлен в виде бинарного кода. Вот так выглядит приватный ключ от биткоин-адреса в виде нулей и единиц. Достаточно много людей пользуются методом генерации приватного ключа через подбрасывание монеты. Все, что вам необходимо сделать, это подбросить монету 256 раз и записывать нули и единицы. Например, решка это единица, орел это ноль. Таким образом, подбросив монету 256 раз и записав нули и единицы на листок, вы сгенерируете ряд чисел, которые никто и никогда не сможет повторить. Для того, чтобы этот бинарный код преобразовать в привычный вид приватного ключа, необходимо его конвертировать в формат B58Check. Для того, чтобы конвертировать бинарный код в формат B58Check, можно воспользоваться конвертером с открытым исходным кодом – BrainWallet. Ссылка на конвертер будет в описании. Опять же, если у вас паранойя, то вы можете скачать файлы с сайта и запустить на виртуальной машине без подключения к интернету. Заходим в раздел «Конвертер». В разделе «Source Encoding» выбираем BIN. В разделе «Convert to» выбираем B58Check. Получаем наш приватный ключ, который можно импортировать, например, в Электрум или любой другой биткоин-кошелек. Теперь давайте поговорим о шансе того, что кто-то случайно сгенерирует приватный ключ и адрес, который уже кем-то используется. Вернемся к числу всех песчинок на планете Земля. Вот оно. Теперь представим, что каждый человек на Земле будет генерировать по одному миллиарду приватных ключей каждый день в течение 100 лет. Вот столько приватных ключей сможет сгенерировать все население планеты за 100 лет, каждый день генерируя по одному миллиарду приватных ключей. Это даже меньше, чем количество песчинок на всей Земле. Но числа, которые здесь оперируют, действительно маленькие по сравнению с теми, что использует биткоин. Приблизительное количество публичных адресов, которые могут быть сгенерированы, равняется 10 в 48 степени. Теперь давайте представим, что биткоином пользуется все население планеты. И у каждого человека есть не один, а 100 адресов. Таким образом, адресов с положительным балансом получится 700 миллиардов. Какую долю от всех адресов составляет адреса с положительным балансом? Вот так выглядит доля адресов с балансом от всех возможных адресов, если бы все население планеты имело по 100 адресов. Что если вдруг все компьютеры Земли объединятся и создадут базу данных, которая будет генерировать биткоин-адреса и хранить их у себя на серверах? На данный момент вся информация, существующая на Земле, все сервера Амазона, Гугла, Китая, все существующие информации весит 1 зетабайт. 1 йотабайт – это 1000 зетабайтов. Чтобы хранить всевозможные адреса биткоина, потребуется 25 йотабайтов. Это в 25 тысяч раз больше, чем текущий вес всей информации. Теперь представьте идеальный компьютер. Забудьте о мегагерцах и частоте. Представьте, что есть компьютер, который потребляет минимальное количество энергии, необходимое для изменения информации в бите, например, 1 на 0 и 0 на 1. Представьте, что вы использовали все природные ресурсы нашей солнечной системы для постройки сферы Дайсона вокруг Солнца и направили эту энергию на поддержание работы этого компьютера. И компьютер работает при температуре абсолютного нуля и не требует трат дополнительной энергии для охлаждения. Энергия Солнца будет направляться на поддержание работы компьютера неделями, годами и десятилетиями. И даже когда Солнце полностью истратит всю свою энергию, компьютер не сможет посчитать количество приватных ключей биткоина. Именно посчитать. Не хешировать, не проверять баланс, не сравнивать, не проводить никаких операций, кроме подсчета приватных ключей. Используя биткоин, ваши средства защищены законами термодинамики и законами Вселенной. Да-да, многие напишут про квантовый компьютер и то, что он сломает биткоин и шифрование в целом. Про квантовый компьютер, биткоин и шифрование будет отдельное подробное видео, и мы объясним, почему квантовый компьютер не представляет абсолютно никакой угрозы биткоину. Можно ли использовать математику, которую использует биткоин для обеспечения безопасности? Биткоину всего 8 лет, и с помощью него уже хранятся большие суммы денег. Прямо сейчас на адресах биткоина хранятся сотни миллионов долларов. Эти адреса не защищены ни паролем, ни отпечатком пальца. Все, что вам нужно, это определенный приватный ключ, и вы можете снять миллиард долларов, например, с этого кошелька. Вы можете генерировать миллионы приватных ключей в надежде на то, что вам попадется нужный, и вы снимете этот миллиард долларов. Миллиарды долларов ждут, когда кто-то сможет взломать биткоин и забрать эти деньги. Это доказывает, что биткоин невозможно взломать. На протяжении 8 лет люди хранят в биткоинах миллиарды долларов, и все, что вам нужно, чтобы их забрать, сгенерируют приватный ключ от определенного адреса. Вы можете нажимать кнопку Generate New Address сколько угодно раз на протяжении всей своей жизни, но никогда не будет сгенерирован приватный ключ и публичный адрес, который уже кем-то использовался. Шанс того, что вы отыщете определенную крупицу песка на земле в квадриллион раз выше того, что кто-то сможет сгенерировать приватный ключ, который уже кто-то видел. Обязательно оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.